Всем привет, с вами Мисс Райт и это выпуск Кипоп новостей. Перед просмотром, пожалуйста, включите VPN, этим вы поможете росту и продвижению канала. Поехали! Фанаты подозревают, что бывшая трейнью YG Entertainment, Кан Су Джин, решила дебютировать в качестве актрисы под крылом YG Stage. Известная трейнью YG Entertainment, Кан Су Джин привлекает внимание Инди Зена своим карьерным путем. Девушка родилась в 2000 году и упорно тренировалась в надежде стать следующей звездой YG. Несмотря на годы тренировок, она не смогла попасть в состав Baby Monster. Спустя 10 лет преследования цели стать кейпоп-айдолом, Кан Су Джин удивила фанатов возможным поворотом карьеры. Подписчики аккаунта YG Stage, который занимается продвижением актера YG Entertainment, заметили, что страница подписалась на личный аккаунт Кан Су Джин. Личный аккаунт Кан Су Джин, в свою очередь, подписан только на официальную страницу YG Stage. Фанаты предполагают, что Кан Су Джин решила дебютировать в качестве актрисы. Поклонники удивлены, ведь девушка потратила так много времени, тренируясь в YG Entertainment и Сэм Интертеймент. Фанаты надеются, что Кан Су Джин успешно дебютирует под YG Stage и засияет в новом свете. Сингл Чун Гука из BTS 7 столкнулся с обвинениями в плагиате. 7 сочинили Эндрю Ватт, Джон Бэллион, Генри Уолтер, Терен Макел Томас и Латто. Возникли подозрения, что в песне заимствована последовательность аккордов, основанной мелодией, схожей с той, что была использована в треке Finkl Time of Mask, выпущенной в 2000 году. Big Kid Music ответили на обвинение в плагиате. Мы хотим сообщить, что заявления о том, что песня Чун Гука 7 плагиат ложные. Трек был записан пятью зарубежными продюсерами и не имеет никакого отношения к песне, входящей в состав альбома, выпущенного в Корее 24 года назад. Обвинение одностороннее и песня не подходит ни под один критерий, по которым судят о плагиате. Dispatch подробнее изучил обвинения в сторону песни Чун Гука и подтвердил, что причин для обвинения композиторов 7 в плагиате не было. Тональность Time of Mask ми мажор, а 7 написано в C миноре. Песни также исполняются в разных тональностях. Для лучшего сравнения тональности песен изменили. Time of Mask на ля минор, а 7 на до мажор, чтобы они звучали более схоже. После изменения Dispatch и Эксперт пришли к выводу, что между песнями нет ничего общего. Dispatch также изменили тональность, чтобы мелодия двух песен звучала похоже, оставив Time of Mask в ля миноре, а 7 изменив на фа мажор. Издание снова сравнило ноты. Ноты в начале песен совпадают, однако это единственное сходство. Заявления Ян Джун Йон о совпадении последовательности аккордов не подтвердились. Dispatch сравнили и оригинальные версии песен, чтобы доказать, что тональность песен и последовательность нот разные. Ян Джун Йон сообщил, что отправил запрос продюсеру Эй из Hype, но не получил ответа. Ян Джун Йон это вот автор Time of Mask. Dispatch выяснили, что продюсер Эй, с которым связался Ян Джун Йон, не является продюсером Hype. Dispatch попросили мнение стороннего эксперта-композитора прокомментировать ситуацию. Он отметил, что конфликт нонсенс. Сэльги из Радвейлиот продлила контракт с Сэм Энтертеймент. Это будет уже второе продление Сэльги, так как первоначальный 7-летний контракт участниц Радвейлиот истек в 2021 году. Никаких дополнительных подробностей не сообщалось. Тот факт, что Сэльги продлила свой контракт, показывает ее доверие к Сэм Энтертеймент. Это имеет особенно важное значение, поскольку многие артисты покинули компанию после введения Сэм 3.0. За последние несколько месяцев из Сэм Ушли Сани из Girls' Generation, Лэ из Иксо, Ин Хёк, Дан Хэ и Ки Хён из Super Junior, а также актер Ким Мин Джон. Новое шоу на выживание СПС Universe Ticket представила состав наставников. Ким Сэ Джон, Юн Ха, Хё Ён из Girls' Generation, Еджи и Чарён из Ичи, Риан из Лачика и Адора станут иконами Universe Ticket, также известными как Юниконы. Universe Ticket это новое шоу на выживание, которое отберет 8 участниц для новой женской группы. Коллектив будет продвигаться под F&F Entertainment 2 года и 6 месяцев. Семеро юниконов станут не только судьями Universe Ticket, но и наставниками, которые будут давать советы участницам. Зрители ожидают, что опытные артистки, обладающие навыками в разных сферах от пения и актерской игры до написания музыки и танцев, помогут конкурсанткам достичь успеха. В июле этого года Universe Ticket представили профайлы 82 участниц. Премьера шоу состоится в ноябре этого года. Чон Хо из 80s временно приостановил все мероприятия из-за проблем со здоровьем. KQ Entertainment объявили, что Айдол, который в настоящее время находится в Лос-Анджелесе на KCON LA 2023, возвращается в Корею, ну вернее уже вернулся, я полагаю, из-за сильной боли в ноге, чтобы ему поставили диагноз и назначили лечение. Агентство объяснило, что хотя у него ранее был диагностирован разрыв мениска, после его последней травмы лодыжки он решил продолжить выступление на сцене. N-Hypen продолжает покорять новые высоты на Spotify, одной из крупнейших музыкальных платформ в мире. 20 августа за главный трек Bite Me группа N-Hypen превысила отметку в 100 миллионов прослушиваний на Spotify, стап их пятой песни с подобным достижением после Give and Take In, Forever, Drunk Dazed и Polaroid Love. Кроме того, Bite Me на данный момент является самой быстрой песней мужской группы четвертого поколения, которая достигла 100 миллионов прослушиваний на Spotify всего 90 дней. Пользователи сети считают, что Джихон из Монстекс наслаждается службой в армии. На онлайн-форуме пользователи сети выразили свою радость, увидев, что участник известной группы выглядит здоровым и довольным на базе, где он в настоящее время проходит обязательную военную службу. Основатель JYP Entertainment Пак Джин Йон создаст легендарную вокальную группу в коллаборации с KBS. 21 августа A Daily сообщили, что Пак Джин Йон появится в новом реалити-шоу KBS, которое выйдет в эфир во второй половине этого года. Цель шоу – создать новую проектную женскую группу из легендарных вокалисток. Пак Джин Йон не только создал популярные женские группы Twice, N Mix, Itchy, Miss A, Wonder Girls, но и принял участие в продюсировании Unis, A2K, Nichu и других. На этот раз вместо поиска новых лиц Пак Джин Йон решил создать и спродюсировать группу из вокалисток, которые уже потрясли индустрию своими навыками. KISS SHINY скоро вернется с новой музыкой. 21 августа в 00 по корейскому времени Пирец официально объявил о своем камбэке со вторым сольным мини-альбомом в следующем месяце. KISS SHINY поделился первым тизером к новому мини-альбому, который будет называться Good and Greed. Рейс состоится 11 сентября в 18.00 по корейскому времени. Brave Entertainment удивили фанатов, опубликовав новый альбом Brave Girls. Несмотря на то, что группа BB Girls, ранее известная как Brave Girls, перешла в новую компанию, стало известно, что прежняя компания опубликовала новый альбом, используя их прошлое название. Brave Entertainment раскрыли бест-альбом 20 августа. Он включает в себя 8 композиций, основанных на уже существовавших песнях из дискографии Brave Girls. Этот альбом стал первым и единственным альбомом Brave Girls, который содержит вокал всех 10 участниц. Альбом был опубликован только на YouTube и Mellon. Вон Хэм из мужского дуэта Нора Зо женился 20 августа. Пара провела частную свадебную церемонию в Каннаме. Говорят, что невеста Вон Хэма – это 37-летняя женщина-незнаменитость, на 6 лет моложе 43-летнего певца. Эти двое впервые встретились 3 года назад, после того, как их познакомил бывший коллега, и начали встречаться в прошлом году. Вон Хэм впервые начал активно выступать в качестве певца в Китае, начиная с 2007 года, и присоединился к Нора Зо в 2018 году, вскоре после того, как бывший участник Ли Хёк покинул группу. Зрители мюзикла «Моцарт» были приятно удивлены, увидев у здания Соджон Центр Фо Зе Перформент Артс мобильный кофейный грузовик со стендом. Он был отправлен для поддержки сухой язык со. На кофейном стенде была указана записка с пожеланиями, с множеством благословений для твоих стремлений, Сухо, от Ли Сумана. Посетитель, который первым заметил кофейный столик, предположил, что он был подготовлен бывшим продюсером SM Entertainment Ли Суманом для команды и участников мюзикла. Этот жест Ли Сумана, показывающий личную поддержку своему бывшему артисту Сухо, вызвал бурную реакцию в интернет-сообществе. В мире корейского шоу-бизнеса разгорается новый скандал. Анонимный пользователь сети обвиняет Ким Дайона, новичка шоу Инсити Универс Ласт Арт, в том, что тот являлся школьным хулиганом. Анонимный интернет-пользователь, утверждающий, что учился в одной школе с Ким Дайоном, заявил, что участник шоу был частью известной группы хулиганов Тэгу. В своем сообщении он написал, что каждый раз, когда в школу приходили новые ученики, его группа брала их в ванную комнату и проводила какое-то посвящение. Они всегда курили свернутые листы бумаги и постоянно дрались. Они даже сломали школьную стену в одном из своих выступлений. Как вы думаете, является ли это правдой или это все же опять очередная попытка отсернить новичка? Пишите в комментариях. Girls World вернутся с новой музыкой в октябре. Ранее камбэк женской группы был назначен на сентябрь, но теперь они объявили, что вернутся через месяц, 2 октября. Лейбл группы Лиз Энтертеймент сообщил. Это было наше внутреннее решение – усовершенствовать новые источники звука и видео. Поскольку вы столько ждали, мы будем работать усерднее. Арми пришли в ярость, когда увидели неуважительное поведение по отношению к Ви на недавнем мероприятии Селин в Японии. 23 августа Ви перенял участие в мероприятии Селин в Токио. Как только Айдол вышел из автомобиля, он начал приветствовать всех фанатов, которые ждали его появления. Улыбка не сходила с его лица, когда он приветствовал собравшихся фанатов и, находясь в магазине, Айдол продолжал взаимодействовать с поклонниками. В то время как Ви явно наслаждался общением с фанатами, Арми пришли в ярость, заметив неподобающее поведение одного человека из толпы, когда Айдол покидал магазин Селин. По пути к автомобилю Ви вел себя осторожно, пробираясь через большую толпу. Тем не менее, Арми выразили ненагодование, заметив на видео, что кто-то из толпы попытался схватить Ви за волосы, когда он был уже почти в машине. Джи Чан из DKZ дебютирует в качестве сольного артиста в сентябре. Благодаря сольному дебюту, Джи Чан продемонстрирует совершенно новые стороны своего таланта и обаяния. Спустя 2,5 месяца после релиза альбом 5 Star Strike Kids снова поднимается в чате Billboard 200. С момента дебюта на первой строчке в июне альбом никогда не выходил из топ-80 в Billboard 200, а 22 августа Billboard объявили, что 5 Star поднялся на 76 место, проводя свою 11-ю неделю подряд в чате. 5 Star стал не только первым альбомом Strike Kids, который провел 11 недель в Billboard 200, но Strike Kids также стали вторыми кипоп-исполнителями в истории чата, чей альбом находился 11 недель подряд в топ-80 после BTS. Кроме того, на этой неделе 5 Star поднялся в некоторых других чатах Billboard. Альбом занял вторую строчку в чате World Albums, 9-ю в топ Current Albums Sales и 10-ю в топ Albums Sales, проводя в них свою 11-ю неделю. Вместе с тем, Strike Kids удерживают довольно стабильную позицию на 46-м месте на этой неделе в Artist 100, отметив свою в общей сложности 31-ю неделю в данном чате. Рейн был поставлен в неловкую ситуацию во время своего выступления на KCON LA. Рейн стал одним из приглашенных исполнителей на KCON, который прошел в Лос-Анджелесе. Во время своего выступления певец был без рубашки, продемонстрировав свое крепкое телосложение и танцевальные навыки. Однако, зрители были на удивление тихими. Не было слышно ни криков поддержки, ни кричалок фанатов, а некоторые зрители намеренно выключили свои лайтстики, чтобы показать, что они не поддерживают Рейна. Один нитизен предположил, что это может быть связано с тем фактом, что все айдол-группы, которыми управлял певец, в конечном итоге распались или ими плохо управляют. Нитизен написал, Были даже люди, которые намеренно выключали свои лайтстики. Причина в том, что Рейн всегда выпускает айдол-группы с маркетинговой целью продюсирования, но он всегда оставляет группу, не беря на себя никакой ответственности. Поэтому иностранные фанаты ненавидят его за это. В 2009 году Рейн создал и продюсировал мужскую айдол-группу M-Block, пока два участника, Тандра или Джун, не покинули ее в 2014 году. Позже выяснилось, что трофеи M-Block за победы на музыкальных шоу были проданы на уличных блошинных рынках. Многие фанаты были возмущены тем, как агентство управляло группой после ухода участников. M-Block также прекратили свою деятельность после того, как два участника покинули группу. Совсем недавно стало известно, что четверо участников Cypher, другой группы, которую также создал Рейн и управлял ею, официально покинули ее. Оставшиеся три участника Cypher ожидают будущих индивидуальных выступлений или, возможно, создания новой группы. Но на данный момент пока ничего не понятно. Плохое управление всеми группами, похоже, пролило негативный свет на Рейна. You ain't gotta worry about, don't move out your magic now. Бывший участник AB6X Им Йон Мин недавно сообщил о своем камбэке в качестве солиста. Его новый альбом выйдет 29 августа. Чтобы подогреть интерес к его альбому, 22 августа компания опубликовала таймлайн его возвращения. Что разозлило поклонников группы, в которой он раньше состоял, так это то, что данная информация была случайно опубликована в аккаунте AB6X вместо нового официального аккаунта певца. Прежде чем фотография была удалена, успела пройти несколько минут. Поклонники AB6X не уверены, было ли это настоящей ошибкой работников компании или частью шумового маркетинга. Им Йон Мин ушел за AB6X после того, как совершил вождение в нетрезвом виде в бытность новичком. Этот инцидент составил шрам в сердцах многих поклонников AB6X, которые с нетерпением ждали, когда группа взлетит. Недавно Лиса из Blackpink взбудоражила индустрию развлечений своим неожиданным появлением в знаменитом ночном клубе ZOOC в центре Лас-Вегаса. Она стала участницей одного из мероприятий со множеством приглашенных звезд и была замечена в очаровательной компании с никем иным, как международно признанным музыкантом DJ Snake. Совместное появление Лисы и DJ Snake породило неудержимую волну слухов о возможном возобновлении их сотрудничества. А на этом пока что все. Ставьте большие пальчики вверх, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. С вами была Мисс Райт. Аняон!